А вот отдел ЗАГС Волгодонска подытоживает статистику радостную. Холод никак не мешает увеличению рождаемости в городе. По состоянию на сегодняшний день в Волгодонске зарегистрировано уже порядка 200 новорожденных малышей. И это только с 9 января. Обычно такая цифра только что рожденных малышей считается среднестатистической за целый месяц. О другой интересной статистике поговорим с начальником отдела ЗАГС Волгодонска Антониной Мишаниной. Сегодня она гость нашей студии. Здравствуйте. Добрый вечер. Антонина Ильична, ну в первую очередь интересует вопрос, сколько вообще детей родилось у нас в 2013 году. Ну и маленькая статистика, мальчик и девочка, кого больше? За 2013 год нашим отделом ЗАГС зарегистрировано 2360 малышей. Это на 80 больше, чем в 2012 году. И из этого количества новорожденных 1969 являются горожанами. То есть либо папа, либо мама зарегистрированы на территории города Волгодонск, либо оба родителя. Что же касается мальчиков и девочек, то мальчиков родилось всего на 6 больше, нежели девочек. То есть будем считать приблизительно поровну. Хорошо. А вот двойняшки, близняшки есть у нас? Да. У нас 24 двойни. Из них 16 являются жителями нашего города. Ну вот наверняка в отделе ЗАГС ведется и такая статистика популярных имен, непопулярных и, может быть, самых необычных. Да, такая статистика ведется. И на сегодняшний день я хочу сказать, что наиболее популярными именами среди мальчиков являются имена Артем, таким именем 78 родителей своих малышей, Максим 74, Александр 68, Дмитрий 58, ну и пятерку замыкает Иван. 47 малышей. Среди девочек лидирует имя Дарья, таким именем нарекли 64 девочек. На втором месте имя Мария, 56 девочек. Анастасия, вот по-прежнему многие годы, занимает тоже лидирующую позицию, 54. Виктория 43, Анна 41. Популярными являются имена по-прежнему у мальчиков и Кирилл, и Алексей, Михаил. У девочек очень популярны имена Арина, Полина, Варвара. Эти имена вот из года в год, в последние, скажем, даже 10 лет они вот держат пальму первенства. Ну а что касается вот необычных имен? Необычных имен? Ну, среди необычных хочу назвать имена, которые, ну, допустим, когда-то были очень распространенными, а в настоящее время они являются редкими. Ну, такие имена, как Тарас, Ростислав, Парфен. Вот имя Петр, оно когда-то было очень популярным, в данное время оно редко встречается. Встречаются такие необычные имена, как Даниэль с «э», а также есть Даниэль с буквой «е» в середине текста. Гамлет, Гарик, Альберт, Авраам, вот такие, Ермак, Максимилиан. Это редко встречаем имена. Двух мальчиков в прошлом году назвали именем «Светозар», причем один мальчик «Святозар», то есть от слова «свято», а второй «Светозар», то есть от слова «свет». Среди девочек необычными именами являются Ясения, Велеслава, Градислава, Станислава, Роксана, Богдана, Амалия, Амелия, Ариана, Аделина, Николь. Антонин, лично вопрос может быть больше из области психологии, но вы наверняка тоже сможете ответить, ведь такие необычные имена порой привлекают, может быть, даже избыточное внимание. Вот на что нужно смотреть родителям при выборе имен для детей? Ну я, вот как человек, практически занимающийся вопросами исправления документов прошлых лет, очень бы настоятельно советовала родителям называть детей традиционными именами, которые бытуют в нашем обществе. Те имена, которые непременно есть в словарях русских личных имен, потому что необычные имена иногда в каком-то документе могут быть записаны неверно, родители не увидели, и потом возникают проблемы с тем, как исправить этот документ. И хочу сказать, что да, на сегодняшний день родители хотят, многие родители хотят, чтобы ребенок был индивидуален. И отсюда вот такое вот необычное имя, которое даже, может быть, и в словаре не встречается, но оно вот придумано родителями, и отдел ЗАГС по заявлению родителей обязан вписать это имя в свидетельство о рождении ребенка. — Ну а меняют ли имена потом? — Меняют, меняют. Бывает, что имена меняют, и даже есть среди новорожденных, когда родители назвали ребенка одним именем, через какое-то время не приходят и хотят ребенку это имя изменить, потому что они увидели, что имя, данное имя ребенку не подходит. И мы им советуем обращаться в отдел опеки и попечительства, чтобы получить согласие этого отдела на изменение имени несовершеннолетним. И хочу сказать, что в данное время совсем практически не популярны те имена, которые были популярны когда-то в прошлом веке, в 60-70-е годы. Очень мало называют именем Наталья, очень мало называют именем Надежда, Татьяна, Ирина, Марина. Вот я уже назвала среди женских имен, а среди мужских имен очень мало с именем Олег, Борис, Антон, которые когда-то были популярны в нашем обществе. — Хорошо. Антонина Ильинична, в этом году День Святого Валентина выпадает на пятницу. Вот уже известно, сколько ячеек общества новых появится 14 февраля. Будет ли какой-то, ожидается, свадебный бум? — Ожидается. Будет зарегистрировано 22 пары новобрачных. Это для пятницы зимнего месяца, конечно, большое количество. И практически весь день наш заполнен будет регистрацией брака. Вот. Ну, также и будут заключены браки и 15 февраля. Это следующий день, суббота. И это православный праздник встретения. Там тоже достаточно большое количество пар. — Ну, хотелось бы продолжить эту тему. День Святого Валентина не православный праздник. Об этом очень часто говорят. В Волгодонске сейчас как раз-таки традиции православия возрождаются. Вот мы видели совсем недавно открытие памятника Петру и Февронии. И ожидалось, что это место станет таким своеобразным местом паломничества молодоженов. Вот. Окна отдела ЗАГС выходят, как раз, получается, на памятник. На самом деле, едут ли туда молодожены? — Я думаю, что оно станет местом посещения молодоженами. Потому что вот сейчас просто зимний период. Достаточно холодно. Но, тем не менее, если вы подъедете к памятнику, вы обратите внимание, что там постоянно лежат цветы. В свои торжественные обряды бракосочетания мы ввели приглашение молодоженов после регистрации заключения брака посетить памятник, поклониться святым, возложить цветы, посетить золотую аллею семейных пар. И мы видим, что многие свадебные кортежи направляются туда для посещения памятника. Когда наступит теплый период, я думаю, что это будет излюбленным местом наших молодоженов. Потому что и памятник привлекает своей красотой, и место, которое создано, там очень прекрасное. А также здесь есть такой урок, посмотреть на фотографии тех семейных пар, которые там размещены. Потому что эти люди прожили добрую, долгую семейную жизнь и удостоены чести быть на золотой аллее семей города Волгодонска. Хотелось бы еще поговорить об одной традиции, своеобразной, которая была очень популярна, по крайней мере, первые 12 лет 21 века. Молодые пары выбирали для дня свадьбы дни, когда порядковое значение дней, месяцев и лет, и года совпадали. 12-е, 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 ну или же 11-е, 11-е, 11-е. Многие считали, так скажем, эти дни счастливыми, верили в магию цифр, о чем говорит статистика. Статистика упрямая вещь. И хочу сказать, что нашего города, вот эта магия чисел, она коснулась 7-го, 0-7-го, 2007-го года. Вот в этот день мы зарегистрировали 35 пар. Затем эта традиция была продолжена в 8-м, 9-м, 10-м, 11-м и 12-м годах. И на сегодняшний день хочу сказать, что, к сожалению, в 2007-м году и 2008-м году мы наблюдаем около четверти пар уже в настоящее время свой брак расторгли. В последующих годах, с 2009-го по 2012-й, к счастью, все пары сохранили свою семейную жизнь и живут вместе. И очень бы хотелось пожелать, чтобы, вот если они верили в эту магию цифр, чтобы она им помогла в жизни. Ну, вот вначале я сказала, что статистика упрямая вещь. Действительно, когда мы анализируем, допустим, май, когда не хотят вступать в брак, потому что есть такое предубеждение, что май жениться, это всю жизнь маяться. И анализируем август, в котором очень многие стремятся зарегистрировать свой брак, то мы видим, что майские браки намного прочнее, нежели чем августовские. Поэтому верить в магию цифр, ну, на мой взгляд, не совсем это верно. Все-таки каждый человек строит свои отношения вместе и, наверное, надеяться, что магия цифр поможет, на это нельзя. Но вот а что касается традиции чествовать юбилейные пары, в 2013-м году их много было? Мы почествовали 48 пар. Это практически на уровне предыдущих лет. И надеемся, что и в 2014-м году, вот у нас сейчас на данный момент список состоит из 55 пар. Надеемся, что все пары мы сможем почествовать, сможем поздравить их с юбилейными парами. Да, такая традиция у нас уже существует многие годы. Ну, вот ежегодно, приблизительно на уровне 50 семейных пар мы поздравляем за год. Да, существует. Антонина Ильична, спасибо вам большое за такую интересную информацию. Продолжение следует...